У меня короткосрочный матч был сейчас. По эмоциям, по накалу, по такому. Сейчас, наверное, самый запоминающийся для меня матч. Я думаю, я его надолго запомнил. Не с Челметом самый запоминающийся? Я не играл с Челметом. А с кем ты играл? Срарка. Наверное, вот все. Можно уже не перечислять дальше. И Шсталь. А, ну Шсталь, да. Самый, наверное, был запоминающийся? Нет, самый запоминающийся первыми не было. Привет! Вот так наша молодежка показала, что сборная Канады это какой-то молот при Камье, только стадион не в Перми, а в Ванкувере. Мы на чемпионате мира в Британской Колумбии. Это новости молодежки. Главный итог последней недели сборная России одержала 4 победы на групповом этапе и вышла в четвертьфинал на Словаков. То есть мы уже в полуфинале. Ванкувер это место, где в конце декабря ни одной снежинки на улице, зато постоянно идет дождь, но к нему быстро привыкаешь. Есть просто осадки, а есть ливень, но в любом случае ваша обувь будет чистой, только мокрой. Здесь спокойно относятся к бомжам, а если едешь из моего дома на стадион, то видишь такое. И это я еще снял не самую оживленную улицу. Хоккей в Ванкувере, как и в любом канадском городе, обожают. И даже на самые непопулярные игры собирается как минимум 10 тысяч зрителей. Есть и российские поклонники. А вы кого, просто здесь проживаете или приехали за кого-то подать? Ну я из Питера, Юра из Новосибирска. Да я уж вижу. Я тоже из Новосибирска, но живу в Торонто. В Торонто? Да. Далеко. Да. Ну что, наши выиграют чемпионат? Конечно. Конечно. Вы канадцев-то видели? Канадцы вчера видели, да. Хорошо играли, но... Приехали поддержать. Или можно сказать, датчане плохо играли. Да, про хорошую игру канадцев мы уже все поняли. Спросите у Павла Шина и других пацанов. Наших ребят приезжают поддержать и родные. Виталик в центром будет играть. Вы не волнуетесь, что новая позиция для него? Еще по школе, когда я видел его игры, то есть мне почему-то казалось, что его в сторону должны перевести в центр. То есть, исходя из того, как он играл. Поэтому, видимо, пришло время попробовать его. В этом он была. Значит, тренера разглядели, действительно. То есть, те нюансы, моменты, которые нужны для центра. А Виталик мне последний раз говорил, что старается получать удовольствие от хоккея. И вот это держит его в хоккее. Вам не кажется, что у него в российском хоккее возникнут проблемы из-за того, что он все время на позитиве, на улыбках? Знаете, был период определенный в жизни, именно в детстве, когда в один период мы с сыном ехали в машине. После очередной игры, когда он тоже с улыбкой прокатал всю игру, то есть вообще не напрягаясь, причем не забил ничего, то есть такой был очень большой спад. И я злился сильно, то есть, когда ехали в машине, он задал вопрос, говорит, сын, ты для чего играешь в хоккей? Он говорит, я просто хочу получать удовольствие. Тогда я был зол, я готов был клюшку ему переломать, весь баул выкинуть его на улицу. Сейчас по прохождению этого времени, скажем так, уже, скажем так, большой период прошел. Я понимаю, что если ты удовольствие не получаешь от хоккея, ты не достигнешь никаких результатов абсолютно. Работа ради работы, ради денег, это не та работа. Очень веселым оказался отец защитника Дмитрия Саморукова, известный футбольный вратарь Андрей Саморуков. Если говорить о хоккеистах, то вся нервозность от участия в таком крупном турнире уже ушла. Кирилл Слепец единственный из этой команды, кто перед началом заключительных сборов сыграл в МХЛ за лока против Спартака. И это ему помогло. В Ванкувере Слепец один из лучших. Затерроризировал всех соперников при игре в меньшинстве. И наверняка в будущем преподнесет еще множество сюрпризов. Какие впечатления у тебя? Заметил ли какое-то отличие от матча МХЛ? Конечно, отличия есть. Это все-таки молодежь чемпионата мира. Здесь команды на уровне, наверное, МХЛ. Некоторые ребята поиграли в МХЛ. Интересный турнир. Любой может обыграть любого. И каждый играет тяжелый. Довольно активен был. Быстро адаптировался к требованиям Брагина. И вопросов у тебя не возникало. От меня требует этого. От нашего звена. Мы должны активно играть. И стараться в той зоне держать соперников. Как-то мучить их. Те знакомы кто-то из сборной Чехии по именам от кого-то можешь выделить? Я особо не слежу за ними. Да и правда. Это теперь пусть наши соперники изучают имена российских игроков. Мы же просто будем трудиться на площадке и биться за медали. После Канады нам уже точно никто не страшен. Нет, я все не могу успокоиться. В Канаде, местную сборную, в Ванкувере при 17 тысяч зрителях. А все потому, что соперник вышел на матч с медалями на шее. А мы пришли побеждать. Впервые в истории молодежной сборной России на турнир приехало больше народу, чем могло попасть в заявку. Последним счастливчиком стал Никита Шашков. И мы поговорили с хоккеистом сразу после того, как, может, решили выходить на лед. Как ты, Никитушка? Ну вот такой вот вопрос, только серьезно. Как настроение, как самочувствие, как вы все чувствуете? Настроение прекрасное. Чувствую себя тоже хорошо. Охота играть. Готовимся к игре. Какую роль у вас будет в команде, как вы понимаете, по утренней раскатке? Какую роль вам отведут тренеры? Ну, Колянка-Валенко. Не знаю, как вроде получил травму и из-за него маленько. Вот так вот. Ну, как, не совсем травма, может, мы дали отдохнуть просто. Вот, вместо него поставили. А что трудно самое, когда вы сидите и ждете, то ли в составе, то ли на составе? Да, ну, конечно, я волновался, да, но я понимал, что это рабочая конкуренция. Все парни сильные, это лучшие игроки по своему возрасту. И поэтому, да, так вот тяжеловато было маленько. Эмоционально? Ну, психически я бы сказал, что это волнение как бы присутствует постоянно. А так, я говорю, я понимал, что это рабочая конкуренция, что здесь все сильные ребята. И я буду даже рад, попав, вот даже как получилось, в последнем заявку, я очень рад, мне приятно. А вот эти дни, вы как-то с Ховановым ругались или мирно, там, не замечали друг друга? Да нет, почему? Мы вместе тренировались и вообще нормально с ним общались, вообще спокойно. Ты больше оборонительно нападающих, вот именно из-за этого взяли. Ты готов вот к тому, что там придется отбиваться и копать? Да, конечно, всегда готов ловить шайбы на себя, там, копать, как выразились. Да, готов. По итогам матча к Шашкову, да и к любому нашему хоккеисту претензий нет. Но Никита предполагал, что будет тяжело еще в Новогорске. Ну, а разве не спокойнее было бы, там, готовиться к турниру, целенаправленно не думать, а завтра отчислен, не отчислен. Ну, конечно, бы было спокойнее, но, как бы, много претендентов, поэтому большая конкуренция, нужно посмотреть всех. Поэтому много человек сейчас здесь. У вас с вами, Мурановым, установка на Суперсерии была мочить козлов? Ну, как таково ее не было, но примерно, да. Только не козлов, а канадцев. Но главное открытие сборной России – защитник Александр Романов. К нему тут повышенный интерес из Монреаля. Вот наглецы. О чем вы так долго сейчас беседовали с нашими канадскими коллегами? Это человек из Монреаля, ну, просто там вопросы позадавал, интервью, да. Вопросы позадавал, а ты поотвечал. Ну, конечно. Были интересные вопросы? Да, конечно. Все вопросы интересные. Ну, какие? Расскажи, интересно, правда. Что интересует людей из Монреаля про тебя ударить? С кем играю в КХЛ? Ну, типа, с партнером. Несеров-Марченко. Что-то тебе Несеров рассказывал про Монреаля? Я говорю, да, много положительных вещей рассказывал. Такие вопросы просто. Про Россию, там, разговаривал я с руководством Монреаля. Поняв, что нас так просто не обыграешь, соперники начинают провоцировать. Досталось всем. Василию Подковзину, Виталию Кравцову, Климу Костину, да тому же Романову. Как ты прокомментируешь эпизод Подковзина с чехами? Я сам-то в игре это не видел. Я вот только вчера посмотрел, на инстаграм листал, смотрю. Может, что-то не потелили ребята на это, я не знаю. Ну, тебя не провоцировали, просто мне там Кравцов говорит, что ему какие-то фразы говорили, а Васе тоже что-то говорили. У меня там с датчанами что-то кто-то пытался что-то сказать. Господи. На датском? Не, на английском. Шевченко не провоцировал тебя? Нет. Провоцировать всех я начну сразу после победы в финале. Напомним, что Дмитрий Саморуков пообещал мне искупаться в Тихом океане. И его после золотых медалей все поймут. Ждем. До свидания. Ты лучший защитник, знаешь об этом? Не знаю. Я тебе говорю. Да? Экспертное мнение. Я авторитетное мнение. Ну, давай, поехали. А будущее покажут, да? Конечно. Конечно.